Глава республики поздравил Вячеслава Лакуева с получением Всероссийской премии «Гордость нации». Председатель Межнационального общественного движения «Наша Сити» стал лучшим в номинации за вклад в укрепление межнационального мира и согласия. Торжественная церемония проходила в Москве в Музыкальном театре «Геликон опера». Подробности в материале моих коллег. Вот так торжественно и под аплодисменты наградили лауреата Всероссийской премии «Гордость нации». Среди них Вячеслав Лакуев, председатель Межнационального общественного движения «Наша Сити». Церемония награждения лауреатов состоялась в Московском музыкальном театре «Геликон опера». Премия дается администрации президента России, Федеральным агентствам по делам национальности, Общественной палатой Российской Федерации, Ассамблеи народов России. То есть самые высшие государственные органы, Госдума Российской Федерации. То есть получается так, что мы уже работаем и с государством одинаково, как с обществом, а государство работает с нами. И вот эта премия сейчас вручается первый раз. Ну, надеюсь, в дальнейшем развитие тоже получат, но мы первые. И мы в номинации по развитию межнациональных и межрелигиозных отношений. Из всех регионов России в лидеры вышли всего семь, но главная номинация принадлежит нашей республике. Премия вручается за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народа в России. Наша республика стала лучшей в номинации за вклад в укрепление межнационального мира и согласия. С государственной наградой Вячеслава Лакуева поздравил глава республики Вячеслав Бетаров. Приятно очень осознавать, что представители нашей республики показали достойные результаты на федеральном уровне. Федеральный центр отметил такими значимыми, большими наградами. Ту работу, которую вы уже многие годы делаете, возглавляет наше межнациональное общественное движение «Наша Осетия». Мы гордимся, что у нас есть такое движение. И все вместе обсуждаете общественно значимые для республики вопросы. Как подчеркнул Вячеслав Лакуев, в республике сложилось прочное сотрудничество между руководством Северной Осетии и общественностью, что позволяет совместными усилиями решать вопросы социально-культурного характера, поддерживать межнациональный и межконфессиональный диалог. Когда подводили итоги, там оценка давалась по многим показателям. Ну и везде красной нитью проходило, что в Северной Осетии общество и власть всегда работали вместе. И вот когда номинации указали, кто, то там было написано «Республика Северная Осетия Ланя». То есть это наша республика. Я вам за это благодарен от имени всех наших 34 национально-культурных центров. Как было отмечено в рамках встречи, следующий 2021 год станет юбилейным для межнационального общественного движения. Наша Осетия отметит свое 30-летие. Глава республики выразил надежду, что эпидемиологическая обстановка будет благополучной и республика отметит знаменательную дату. Кенрита Албегова, Марина Караева, Суслан Тукаев. Новости Осетии.